Здравствуйте! Как нас слышно, Мухтар? Давайте проверим звук. Да, я хорошо. Да, есть, слышим вас. Спасибо большое, что вы присоединились к нашему эфиру. Я думаю, вы знаете уже, весь мир сейчас гудит касательно последних новостей, касательно указа Путина. И мы собираем мнение. В принципе, вопрос ко всем единый, но интересно, как кто эту тему видит со своей стороны. Скажите, пожалуйста, учитывая, что Путин сегодня подписал указ, видим уже о признании независимости так называемых республик ЛДНР, видим огромные эшелоны военной техники, мы в эфире уже их показывали на больших экранах. К чему, по вашему мнению, это может привести? Ну, уже понятно, Путин не остановится. И сегодня на Совете Безопасности звучали фразы, что нужно признавать ДНР и ЛНР в границах, которые были ранее. То есть речь идет о том, что две области должны быть полностью отвоеваны. Это как минимум. На самом деле, я считаю, что, судя по всему, не зря же такое количество войск были стянуты к границам. И эта возможность будет, скорее всего, реализована. Я еще раз хочу сказать, это прозвучало на Совете Безопасности в Лимон-Эфире. Ну и на самом деле, нужно говорить, наверное, о долгосрочных вещах, о долгосрочной политике России. То есть, судя по всему, он уже решил действительно восстанавливать прообраз Советского Союза. И эта политика будет развиваться не только в отношении Украины, но и в странах Центральной Азии. Мы это, собственно, когда у нас события в январе произошли, массовые выступления, мы сразу поняли, что фактически это становится реальностью. К сожалению, Европа и Америка, скажем, запаздывали. Но единственное, я могу сказать, что их оценка была правильной, что такая констрация войск, она должна куда-то реализоваться. И уже видно, они, наверное, двинутся дальше. Возможно, это будет первый этап, это переход в сторону Мариуполя, это Донецк и Луганск первый этап. Если Запад проглотит это, то уже следующие более широкие действия. Ну и не случайно же Путин запугивает свои ядерные бомбы. Он говорит, что вы не забываете, да, мы свобей вас, но у нас есть ядерное оружие. И я сейчас считаю, что союзниками Украины, которые могут быстро энергичные действия предпринимать, это Америка и Англия, а Европа, она будет жива, извините за выражение. И сейчас очень важны дипломатически активные действия со стороны Украины. Не полагаться, не говорить умиротворяющие слова, они были понятны, почему были произнесены президентом Зеленским. Но это было видно, что это не поможет и не поможет дальше. Сейчас нужны активные действия, чтобы Америка и Англия предприняли решительные действия. Только так можно остановить ситуацию. И еще одно уточнение к вам. Скажите, пожалуйста, опять же, учитывая то, что не только Россия единая, кто скопила такое большое количество военных у границ с Украиной, но в то же время и Беларусь, и самопрозглашенный президент Беларуси Лукашенко, он тоже сказал, что так называемые учения проводятся у границ Украины уже на стороне Беларуси. Какой это может давать акцент и знак, возможно? Можно ли это предугадать и ждать опасности? Если раньше Лукашенко еще как-то балансировал, относительно был независимым, то сейчас уже видно, что он уже повторяет риторику Путина, где-то даже более агрессивную. Если раньше Путин использовал своих ряженых депутатов как Жириновский, то сейчас значительная часть этой роли передана Лукашенко. И поэтому Лукашенко, понятно, будет двигаться в полном союзе с Путиным. То есть фактически то, что в полном союзе, это проглощенная республика, по сути дела.